теле здравствуйте чат доброго вечера звать меня серёга серёга никнейм лаза покажу вам сегодня серёс сам хороший ран довольно динамичный собственно приквел основных компаний серёс сама ожидают нас и таймер начался когда мы запустим первую главу пока у нас просто загрузка локаций таймер 321 можно пускать вообще первые лала далее великолепной игры довольно-таки не богаты на скипы но они все же будут сначала нас просто пробежечка можно немного про игре поговорить вкусно приквел первых самых спираса у нас он попал прошлое чтобы ведь ментала а в этой он создает к менту точнее ключи в вечности это телепортационная машина великолепная которая нас и должна точнее нас команду специалистов по уничтожению ментала отправить а мы как правый солдат должны ее отыскать ну и вот первый большой скип он завязан фпс и чем больше впсов тем больше настолько и текстуры это сделано для того чтобы ой хорошо прилетел очень хорошо одна из лучших полетов наверное которым не были собственно чем завязан этот скип скип завязан на том что когда сервис м то бишь игрок застревает либо находится состояние когда он может застрять то есть на каких-то сомнительных поверхностях игра его отталкивает противоположную от этого сторону от противоположную сторону куда он пытается застрять и это зависит от фпс чем больше впс тем больше boost который мы можем получить и поэтому нам нужно большое количество вес поэтому картинка не самая лучшая что можно добиться в этой игре очевидно также так еще недавно было ну как недавно уже довольно давно но все же разрешили между лавалами переключать фпс сейчас мы делаем 300 что он было легко забраться вот на эту замечательную статуя чтобы у нас не было с этим проблем если бы мы не кричит до 30 она бы очень сильно нас отталкивала разные стороны не давала запусти принципе в принципе это возможно запасе остаться с большим фпс но это требует просто невероятные удачи и усилий и всего такого с маленькой ps стата причина с не отталкивает мы берем первый секрет и наверное единственный секрет которому подберем специально это секрет быстрого прохождения великолепные локализаторы очень великолепно локализировали данный секрет ведь зачем говорить спидран если можно сказать быстро прохождение оправдывать возвращаемся кстати также на ней забираемся на уже идем противоположную сторону и ултаем собственно это должна наш секрет быстрого прохождения и тут дальше у нас будет боссфайт который мы скипнем по текстурам довольно сложный прыжок тут легко соскользнуть собственно вот так вот так что придется пару трав сделать вот и по текстурам главное смотреть в стену а то иначе нас просто вытолкнет вниз под нами провалится пол и делал фпс побольше в принципе чтобы просто игралось лучше тут будет довольно сложный выход в оба начале и там тоже не нужно больше фпс что это усложнит нам дело мне надо запрыгнуть в район от того окошко черного там под ним невидимая текстура она поможет мне продвинуться дальше принципе все тоже получилось так все встал и вот можно сказать его бы сделано поцелюсь на всякий случай и мы заходим в новую следующего бы который скиплит нам всю локацию мы пробегаем за счет этого бы практически насквозь и кстати я вас обманул чат извините мы возьмем еще одно еще один секрет быстрого бега на этой локации не хотелось вас обманывать но вот так случайно получилось вот тут главное не упасть из а то это вы софт-лок обратно выбраться надо тут кучу бетона у нас не получится и тут можно провязать дополнительно оптимизацию это говори килл и который здравовиком репортирует нас к солдату и отталки чуть-чуть совет время просто краполя ну вот можно повязать стреляем не попадаем очень хорошо выворачивается переключатель открываем секретная дверь и с помощью магии кнопки ем и телепортируемся деревянную лестницу и дальше одна из четырех не обязательно обязательно карен которые невозможно скипнуть которые завершают уровень только после прохождения это на втором месте по душности то есть она такая ну просто арена еще из ней душного нет просто отстреливаем солдат который остается по кругу примерно эта арена зовет у нас ну минуты три от силы и естественно чем быстрее мы справимся со всеми тем быстрее у нас закрылся последний босс это будет большой механоид с ракетами но его не боимся потому что мы туристы нам тут много не дамажит есть стрельбе с магазинными оружиями сами одни большая оптимизация при перезарядке когда сам сам магазин можно нажать на секунду спринт это скипнет остаточную анимацию перезарядки то есть сам не будет придергивать затвор на 10 тыгли это не обязательно потому что он и так быстро перезаряжается а вот на автомате который нам понадобится в самой душной арене это довольно неплохо сейвит время ну и собственно продолжение это второй этап арены это спаун клиров по кругу они справятся в очень маленьких количествах надо ждать спаунится начало спауна клиров в условно одинаковых позиции потом спам будет мешаться с гнарами и спам будет более рандомный для спауна ластбосса на этом ловеле нам нужно убить всех клиров и всех гнаров без случай сложно можно побивать анимации сама после класс прыгать на одной ноге видимо так удобнее так сказать порезать класса пикселя из-за маленькой графики собственно сам ран он начинается чуть позднее основная его часть после подбора и поскольку мы подберем на третьем левеле на следующем гранатомет пойдет основной экшен мы будем уроки джампить от пальмы а что может быть лучше чем уроки джампить от пальма об этом мы поговорим чуть позже просто защищаем по кругу спауна можно это делать с помощью кувалда которая у нас дается но мне почтать за турбиков все идет последний до спаун клиров вот два или один я уже не помню точно и заспавнится вас босс точнее вас босса босс этой этого лава все переключаемся и теперь стопим следующий клич он поможет нам быстро бить хаммером мы нажимаем shift переключаемся на 10 тыгл и начинаем пить со скоростью дезертыгла по скорости стрельбы дезертыгла что позволяет нам очень быстро убить механоида следующий левел он тоже без руки джампов просто мы покажем так сказать миру сейш это игре тут есть новый раут но я его не очень стабильно делаю так что я откажусь от него и пойду старым проверенным временем тоже начинается миру сейш секса мы просто бежим по крышам то перехода на арену с вертолетом принципе ничего необычного просто надо бежать правильно не спутнуться от невидимой стену которую я уже прибежал и в принципе просто бежать тут я упал ничего страшного я просто добегу до арена и он спавится великолепный босс вертолет всеми любимый босс вертолет каждый игре уважающий себя должен быть босс вертолет все это знают и нам надо добыть локата раунд лаунчер просто добегать до него можно езжать оптимизацию с говори киллами который тут не килл а просто стильная сильный charge ногой в лицо в точнее в грудь вот собственно добежали отключаем эту штуку чтобы нас не расстреляли по спину а то неприятно будет берем на кеннису и идем на тут есть два пути убийства вертолета это убить его на респауне запрыгнув на текстуры но я часто ловлю со флот на этом месте не знаю чем связано я еще не разобрался этим или вот добежать до сюда и тут он гарантированно прилетает его можно быстро убить на этом левел и кончается мы просто ждем загрузки можно побегать по собирать ништяки но обычно этого не ну стоит и собственно сейчас мы начнем пока джампить как я понял руки джамп и работает в игре так что на когда вы стреляете данном случае мы сейчас будем стрелять в пальму так чтоб не мешало когда вы стреляете приседаете сэм застревает в текстуре пальмы точнее ну да под под застревает текстуре пальмы за то что выстрелить наклоняет моделька персонажа немного вперед а попутно ракета который попадает в сама она как бы дает саму boost вперед установку и также можно сделать это плохой джамп также можно это сделать от стены механика такая же пытаемся не нажимаем присед и летим так тут а я убил все пальмы ладно добежим так то можно было тут прыгнуть от пальмы и дополнительно механика после прыжка от пальмы вы можете под сохранить некоторых поверхностях boost нажав присед boost будет потихоньку нас падать но какую-то часть вы пробежите точнее проедете на приседе от сохраненной скорости писать а вторая арена она самая легкая мы просто стоим на ящике или около ящика спамим открывание ящика и прям по себя что в гарпи которая нас чарльница просто умирали это делается для того чтобы спамить босс корабль и просто после после вертолета должен идти пас корабль все это знают не помню сколько точно гарпи надо убить но порядка 70 это делается очень быстро потому что они просто чарльт на нас и мы просто волной под ноги себе стреляю ударный волной урон их убиваем босс босс корабль очень легкий на туристе чтобы убить надо стрелять по его двигателю спавнером на это хватает три ракеты и убиваются за цикла и надо убить в общей сложности три двигателя спавнера самое плохое если в ране если опа я не убил один двигатель я не может не успею в цикл да я не успел цикл ладно ничего ничего добьем принципе не повезло по ринджи перелетом этот босс может ну ему может захотеться перелететь на другую часть карты ну и при этом бежать а в принципе меня он делал такие средние перелеты и довольно легко убился на следующий ловли будет новый роккеджам как я понял нашли в они так давно он сложнее в исполнении чем обычный роккеджамп и то что надо поймать тайминг но он позволяет поддерживать скорость постоянно пока они врежутся во что-то всем мы прыгаем отпускаем кнопки передвижения исправим проблему и поддержим очень долго скорость на этом ой плохая jump они нормально это сэйвит лучше больше времени чем от обычного джампа с пальмы но повторюсь что он делается в очень русский тайминг тут каким-то неведом для меня причинам нету триггера на сме она по а я кнопку перепутал ну ладно еще раз покажу в принципе очень хороший boost почему бы его еще раз не сделать сюда же лучше получилось я просто хотел показать более лучше возвращаемся также как и пришли и попадая на самую душную арену из всех что нам предстоит а это предпоследие арена которая нам нужно пройти обязательно душность этой арены увидите позже мы даем лазил обычный джамп легкий ага очень приятная ситуация ничего ничего справились собственно почему этот арену душно как видим тут очень много насыпей из такого камня с песком разрушенной колонны и основная душность этой арены в том что солдаты которым надо нам надо обязательно убить и клира которые вот спанится будет полявые правую руку то есть тот и тут они спанятся идут на игрока и проблема в том что вот вот таких вот углах вот таких вот они очень любят застрять и проблема в том что пока не будет убитые все на локация то нельзя будет закончить миссию плюс очень часто у меня бывало что клиры брали просто убегали вот в ту сторону вот туда вот в пустыню обратно и это же тем самым софт локали нам игру могут за влачном игру и за счет небольшого небольшой прорисовки что нужно для бустов и текстур у нас очень ограничен угол обзора и не очень хорошо видны модельки противника собственно арена довольно долго так что можно рассказать за сюжет сериал своими что происходит нам нужно было по сюжету нам нужно выяснить как попасть и как запустить ключ вечности саму сам телепорт вообще которого можно отправиться в египет в тот момент когда ментал был не таким сильным как сейчас и мы это выясняем во втором левеле мы должны были спасать ученого но спойлер он умер до того как мы пришли даже если мы не скипали бы а пришли честно поэтому мы выяснили что есть генератора который открывается браслетом для запуска машина то сам браслет находится в этой пирамиде куда мы должны были попасть по подземным туннелям но попали альтернативным способом и на следующую локацию мы пойдем собственно заводить эти генераторы чтоб запустить машину то бишь ключ к вестнисти чтоб отправить не самого сэма а специальную группу спецназа которая должна была будет убить ментала а миссия сэма должна была будет закончиться на следующей локации уточняя через локацию а суть понятна но как вы понимаете что-то пошло не так раз у нас есть first и second the counter что что действительно пошло не так а именно ментал всех убил вот мы уже подходим к качанию это локация триггером что у нас все хорошо служит то что спаунятся быки а и добил баки спаунт после определенного количества убийства клиров и обычных солдат и мы добиваем вот по идее пиде если никто нигде не застрял никто никуда не убежал как только я почищу клиров меня должна переместить на следующий локал да все никто не застрял очень хорошо очень хороший рандом собственно все кто играл сэма знаешь что когда сэм начинает летать на чем-то летающим это это летающий обязательно собьют постараюсь а так было вначале опа не очень хороший джамп генцид пальм происходит нормально нормально сейчас нас высадили чтобы попасть генератором активировать генераторы чтобы машина заработала но зачем на генератор когда у нас есть целая ракетная установка и куча пальм которые могут послужить на отличным транспортным средством и тут нам открывается следующее прекрасно этой игры а именно костыль как не заставляете как ну как не сделать невидимой текстуры но не дать игроку убегать за карту есть чудовище назовем его червь который не дает игроку который убивает игрока когда он выходит за пределы карты те зоны которая не должен оказаться вот где мы сейчас бегали вот он красавец но мы слишком быстры для него и просто стреля в пальму даем себе великолепный пусты и улетаем стратосферу ну потому что зачем зачем нам умирать когда можно улететь на rocket launch репами то сразу генераторы не для нас мы просто уходим просто потому что мы можем этот очень сильно ускорился за счет буста с прыжком который позволяет поддерживать скорость не получился слишком низко потому что весь сегмент который мы сейчас проект прыгаем не хотелось пробегать и с примерно минуты от времени удалось сократить время этой локации до 30 секунд примерно опять не получилось так ну попробую еще пару раз и пойду старым путем довольно сложная пальма сейчас конечно показать о вылетел ну и собственно жмакаем пробел до конца левела способ сочет который хочет осознать как-то все равно тут уже идет зона не его компетенция и собственно нам нужно открыть дверь но не нужно потому что просто можем пролететь и задеть триггер с обратной стороны двери если делать джамп с пальмы довольно быстро то очень быстро получается ну это последняя арена которым мы проиграем она самая легкая и непринужденно самая быстро так нам нужно в центр арены чтобы запустить это елена самая заскриптованная арена финалом этой арены встанет реванш после вертолета точнее не вертолетом а кораблем которую мы в котором мы дрались на третьем точении 3 на четвертом леволе ну и для прохождения этого это арена и спауна после вертолета нам просто нужно убредить определенных бобов все остальные моба они не имеют значения они просто декорация так сказать и нагнетание усложнение для этого нам нужно убить трех быков которые спавятся в этой части арена вот двух я уже убил надо сейчас ты же 3 вот ну собственно они спаунят друг друга по очереди дальше нам надо ждать спауна вот арахноида убиваем его бежим на противоположная часть арена можно подлутаться и ждем в следующий спал на арахноида он спавится вот в этой области все время в разных местах главное и про фокус спал что он может за колонны певица вот тут появится за той колонны появится в общем непрямую воду вот он появился за этой колонной дальше разворачиваемся убиваем механоида вижу в ту часть сирены там появится еще один механоид круче и круче так берем пушку тут спавится не помню как зовут этого моба в общем вот он бывая с пушки разворачивается бежу на противоположен сторон там спавится ведьма главное убить ведьму до того как она нажмет чарж на нас ой все не убивать ведьму пока вот не нажмет чарж иначе она улетится в другую часть карты и не даст вам проходить дальше за ней придется бегать и убивать ее дополнительно а а это тайм луса тагуза мне нужны тайна с память великолепный босс который успел тактически скрыться и мне прок на очень плохой спам он очень далеко отлетел с пушки нам требуется три выстрела также он убивается за два цикла так сохранится всякий случай а то меня любит убивать вот эти вот лазера принципе все на этом этот левел официально закончен то только дождаться смерти вертолета точнее с корабля и можно посмотреть как он падает против вылететь за из арены вот собственно этот червь из дюны да получается босс не вертолет и он отказаться фикса и нас обманули все это время вот вот так вот просто сериал сам любит летать на воздушной технике и его постоянно сбивают поэтому сид всем летательным аппаратом которых видит следующая локация опять же будем обузить бусты от текстур для этого на у нас вот для этого мы смотрим на такую великолепную графику по сути только благодаря ради этого лава без этого пуста нам придется 2 минуты бежать просто по пустыне слушать арка микад за что не является плохой новостью но все же это долго тут я использую не самый быстро самый надежный для себя с этап и просто пролетаем всю пустыню насквозь а это очень плохо если не повезет и разобьюсь до придется данного ждем пока ппс и станет большими бустим сазана ну и пустыня преодолена осталось только жать shift до конца локация попутно пытаясь завязать пусты из браслета пусть что произошло по сюжету после того как мы включили генераторы для запуска машина времени ключ есть и тот же самый нам вызвали транспорт вот на арене где мы с кораблем убивали корабль и нас конечно же сбили потому что как я уже говорил несколько раз или самые что-то летающие это значит что это летающие обязательно упадет вот пусть собственно с браслетом который можно и задумать просто в тайминг прыгаем после того как нас притягивает ничего сложного нет а этот браслет это как раз браслет от комнаты с генераторами мы его получали в пирамиде на душной арене и сам уже должен был летать домой пить чай а команда специально обученных не самов должна была бить ментала но нас били мы не понимаем что происходит у нас сломалась рация и мы в попытках связал своим командованием отправляемся дальше дальше и дальше чтобы найти какой-то источник связи тут одна из самых наверно частичных ловелов спидране тут будет папа я полете врезался в мобок который никогда не врезался просто потому что он перепрыгнул неудачно для меня интересно не раз такого не было так вот это самых техничных карт планерки джампов конце на нам будет заправить машину на большой арене и по ней надо будет постоянно перелетать за канистрами и обратно к машине как триггерим камень а к отсылку к джонсу тут небольшой сегмент с платформингом за к слож загадкой но нам все равно естественно у нас есть стена и руки джамп тут обязательно подбираем хп то что они нам дальше пригодятся и вот в этой кат-сцене сириус м находит рацию кого кого-то бедолаги который не дожил связывается с командованием и понимает что а уже командование нет и что он возможно последний человек на земле и решает взять ситуацию свои большие серьезные руки и пойти навалять менталу в одиночку какой-то он умеет вот этот тот самый уровень с канистрами убил пальму и у меня убили второй ну ничего-ничего стены никто убить не может поэтому будем использовать их совсем за то что две пальмы неожиданно потерялись мне приходится придется чуть-чуть перри переделать раут по которым я обычно бегаю этот сегмент когда и получается от угол очень маленький ослужен прыгнуть ну и еще на поле ничего ничего все накатывают понадежнее а по кухне собрал сам не может переносить больше одной канистры потому что же и можешь еще как-то отстрелять поэтому ему нужно одной рукой стрелять другой канистры но можно специально случайно съесть одну канистру тогда придется искать дополнительные канистры я уже плохо помню где лежат их на локации больше чем 8 а где лежат остальные вне раута я не помню поэтому хорошо что мы не долетели до канистры и не съели случайно собственно спавнится вот эта ведьма противная которая постоянно мешает ну вот собственно я непонятно у нас подлавливают на стан прострел всех кому не лень но хорошо что мы не умерли это было на самом деле близко чажется она естественно непонятно откуда так и вот что еще бесит не всегда машина хочет заливать чтоб не заливали бензин и приходится просто тереться об нее судьбой и насилой чтобы наконец-то залива себя бензин и мы добрались до последнего лево последний рывок серьез самый перед ключом вечности локация довольно маленькая она очень линейная казуальном это довольно экшеновый левел что-то очень много мелких врагов вот нам дают пушку в начале подсказка подсказка чем надо пользоваться они спаются просто с удвоенной силой вот мы поворачиваем видим еще кучу врагов это еще туристы на более высоких сложностях если я правильно помню тут их еще больше и тут большой сегмент с камиказами конечно же так надо держаться стеночки чтоб поменьше хп нам сняли камиказа так подбираем дополнительные хп и тут главное не сильно не блочится апклиров от как я например вот так не надо стоило показать что вы так не делали если будете друг будете ранить эту игру тут можно взять ракету разрушить этот забор и проскользить немного вперед так испанится ведьма и уж я ее люблю убивать не испугивать что она может вернуться и зачаржить вас не сам неподходящий момент то здесь специальный камень камень который подкидывает нас высоко только надо найти угол вот нашел забираем самый верх и бежим финальному босс файту собственно босс этой игры и охранник включая вечности это батя батя босса из первой игры если я правильно помню и сейчас мы будем наваливать батя а в следующей части наваливаем и сыну потому что можем принципе то ничего сложного просто бежим по верху текстуру первых локации до триггера триггер тут довольно растянутый легко затеять вот собственно мы уже можем встретить локацию на которой нам нужно биться трогаем триггер разворачивается сзади джекпак прыжками быстро долетаем до арматура батя не промах батя умеет регениться поэтому нам надо воткнуть ему арматуру в спину взять пушку и начать с память арматура перебьет его реген скоро будет время так что надо приготовиться и мы просто его затыкиваем время и батя собственно умирает ну и сам отправляется прошлое старую игру с и контент арту заговорюсь земля взрывается луной вот такая вот игра я уложился сидел я даже на себя отложился отлично все спасибо всем за просмотр спасибо за внимание спасибо всем донателям что донатили на благие цели что собрали на доб день всем спасибо